В Приморском крае подошла к концу всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020». 9 июля мобильные пункты тестирования разместили во Владивостоке. Желающие могли принять непосредственное участие в акции и пройти экспресс-тест. Недостаток знаний может обернуться риском заражения, а неправильные представления о заболевании усиливают дискриминацию ВИЧ-положительных граждан. ВИЧ-инфекции может заразиться каждый, но с ней можно и нужно бороться. Цель экспедиции – информировать о заболевании, снизить дискриминацию ВИЧ-положительных людей и мотивировать население к тестированию. Акция «Быстро, анонимно и бесплатно» позволяет узнать свой ВИЧ-статус и получить необходимую информацию о заболевании. Тестирование в бронзированных МПТ не представляет собой ничего страшного и не занимает много времени. Регулярное тестирование способствует своевременному выявлению заболевания и оперативному принятию необходимых мер. Грамотное лечение сводит к минимуму опасность ВИЧ-инфекции и позволяет инфицированным вести нормальную жизнь. Со временем приемов антиретровирусных препаратов, со временем вирусная нагрузка становится неопределяемой. Что это значит? Это значит, что вируса очень мало в организме. Настолько мало, что невозможно передать дальше. Организаторы акции постарались охватить максимальное количество людей для участия в быстром, бесплатном и безболезненном обследовании. В Приморском крае протестировали более 600 человек и проинформировали более 2,5 тысяч. Экспедиция показывает, насколько это важно – знать свой ВИЧ-статус. Для чего это делается? Первое, нужно выявить, чем раньше выявлено это заболевание, тем раньше мы назначим терапию бесплатно. И, соответственно, человек, зараженный ВИЧ-инфекцией, не умрет. Современное лечение позволяет ВИЧ-положительным людям вести нормальную жизнь. Они могут осуществить все свои планы – вступить в брак, родить здорового ребенка. В основе акции лежит простой и жизнеутверждающий тезис – ВИЧ-инфекция – не приговор. Олег Завьялов, Владислав Шлыков, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.